Вы скажете больше, что я вам, а я вам просто, может быть, расскажу необычные, достаточные проявления физики. И я начну с небольшой предыстории, а потом сформулирую задачу, которая рассматривалась более конкретно. Значит, есть еще скрытое название по этому делу. Вот такое вот. Мы интересуемся тем, что называется спектральная плотность. Спектральная плотность – это плотность собственного значения. Давайте я буду параллельно пользоваться доской и комментировать то, что здесь нарисовано. Может, я не знаю, будет ли это, не будет. Мы свет включим. Да, если нужно, да. Вот давайте просто для того, чтобы почувствовать, что это за объект и что это за граф нарисован рядом, я рассмотрю какую-нибудь матрицу, значит, которую, значит, что это такое? Матрица смежности, да, то есть у меня имеется набор из, значит, матрицы N на N, у меня имеется набор из N вершин, ну вот, допустим, у меня будет всего 4 вершины, да, и я помечу их 1, 2, 3, 4, вот. Тогда давайте представим себе, что у нас имеется какой-то граф, да, то есть, скажем, мы соединим вершину, ну, например, вот так. Ну, 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 пусть здесь будет еще, например, вот так, да. Вот это одна из возможных реализаций графа. То есть сейчас я скажу, что это значит с точки зрения матрицы. Значит, давайте нарисуем соответствующий граф, запишем его матрицу смежности. Значит, вот эта матрица смежности будет устроена так. Значит, здесь 1, 2, 3, 4. Здесь тоже 1, 2, 3, 4. Значит, связи с самих собой нет, поэтому на диагонали стоят нули. Что у нас имеется? Значит, граф ненаправленный, поэтому матрица симметричная. То есть отсюда-сюда все равно, что отсюда-сюда. 1, 2 заполнено. Значит, 1, 2 здесь единица. Значит, дальше 1, 3 единица. 2, 3 единица. 2, 2, 3 единица. А все остальные нули. Да, ну, я должен ее симметризовать. Значит, она выглядит вот так. Значит, с одной стороны, я могу смотреть на матрицу смежности и говорить, что с вероятностью Q какой-то у меня, значит, имеется единица. Это означает, что если я смотрю на соответствующий граф, то с вероятностью Q я провожу связь между гидом и жидом. Теперь, что такое, собственно, спектральная плотность? Ну, у каждой такой матрицы смежности есть соответствующие, можно представлять себе, что, значит, если есть какая-то матрица, я могу вычислить собственные значения этой матрицы. Ну, что я должен сделать? Я должен здесь поставить минус лямбда, минус лямбда, минус лямбда, минус лямбда, минус лямбда и написать в уравнении детерминат M от лямбда в данном случае, да, равно нули. Ну, отсюда у меня появится, в данном случае, лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, лямбда 4, собственные значения, но они могут быть выражены. А вот там написано 1, без проббабилити, там, где есть Q. Ну, вот, ну, хорошо, вот у нас есть один такой, одна такая реализация, значит, у нас есть Q как параметр, с которой мы генерируем такие матрицы, и у нас есть конкретные реализации. Либо я могу смотреть на ансамбль графов, либо я могу смотреть на ансамбль вот этих вот матриц смежностей. Вон там нарисован граф, который соответствует этой огромной матрице, точнее, не графа, а это целый коллектив графов, да, это, собственно, я, еще раз, значит, я каким-то образом перенумеровал вершины, и там, где есть связь, стоит единица, ну, вот это, соответственно, просто ненумерованные графы, которые получились похожие вот на этот. Они могут быть не связаны, как здесь, например, у меня есть отдельная точка и треугольник, а там дерево. Ну, вот, как бы, и практика показывает, и вычисления показывают, что если матрица очень разрежена, то мало циклов, и практически все графы являются деревьями. Либо деревьями, либо вообще линейными цепочками, либо изолированными вершинами. Ну, вот давайте я просто вам еще зоологию некую такую покажу. Вот, например, да, и вот это, сейчас я просто, значит, еще раз скажу, еще просто скажу. Значит, если вы повышаете концентрацию единиц, то есть если у вас единиц становится больше, ну, понятно, что у вас появляется больше связей на, вот, как бы, на, вот, в этой системе, и появляются циклы. Поэтому есть то, что называется, есть еще одна вещь, которая контролируется вот этим параметром доля единиц в графе. А именно вот что. Вот смотрите. Это вот некоторый пример матрицы, по-моему, 100 на 100 для какого-то значения куб, небольшого. Ну, скажем, там, небольшое, значит, порядка, самые интересные величины, это порядка единицы на n, куб, чуть больше, чуть меньше. Ну, в данном случае, если матрица 100, то куб порядка одной сотой. Если я куб чуть-чуть увеличил, у меня получилась вот такая ситуация. Это просто какие-то конкретные реализации. Если я еще увеличил, получилось вот так, и если еще увеличил, получилось вот так. Значит, что происходит? Здесь вы видите, что система разбивается на набор несвязанных подграфов, а потом, и это на самом деле в термономическом пределе, в том случае, когда n стремится к бесконечности, происходит критически, то есть резко. У вас возникает компонента, которая имеет размер, порядка размера систем, порядка n. Здесь у вас график меньше, чем, вот если вы сочетаете, как бы, типичное число вершин в таком графе, в том случае, когда у вас куб меньше единицы на n, то в этом случае у вас каждая типичная реализация будет содержать о малое от n рёдер, но при этом их будет много. В том случае, когда вы переходите вот этот предел, режим, единицы на n, у вас возникает то, что называется giant component. Возникает компонента, в которой есть очень много связей, и их число порядка размера системы, то есть их число порядка n. Нас будет интересовать режим в точности, когда мы сидим на границах. То есть вот этот, когда у нас, ну, я буду потом отклоняться от него, но пока нас будет интересовать вот такая вот ситуация, и когда q меньше, чем единица на n. То есть в том случае, когда у нас система разбивается на несвязанные под график. Ну вот последняя, наверное, такая из картинок. Значит, это матрица размера 500 на 500. Значит, вот столько там имеется, значит, всего, всего имеется, значит, мест, куда можно поставить ноль или единица, и вероятность 1,500. Ну вот вы видите, типичная реализация, значит, под график. Нет циклов, да? Много, достаточно много деревьев, но много также и вот таких вот цепочек, когда связано только, значит, один связан с двумя. Вот, нет литвлений. Нет, здесь нет, и меня, дальше я буду находиться всегда ниже порога перколяции, то есть я не буду рассматривать такие ситуации, которые у меня не заняты. Как выглядит типичный спектр? То есть, грубо говоря, что-то меняется сильно, когда мы переходим единицу на n? Да, сразу, сразу, моментально. Это фазовый переход, рот, там, вещь довольно специфическая, там, я просто про это даже говорить не буду, но это, да, это меняет сейчас в другую сторону, если мы чуть-чуть разряжаем, по сравнению с единицей, наверное, там не сильно, там... Значит, Совершенно верно, да, потому что есть еще... На самом деле, я как бы выбираю, рассказываю только то, что мне важно, но здесь, на самом деле, я могу написать c на n, и вот, в зависимости от того, какой c как числовой фактор, многое, что от него зависит. Меня будет интересовать ситуация, когда c меньше порядка единиц. Есть некоторое, c больше единицы, при котором есть еще один фазовый переход, но он обсуждался людьми, которые занимались суперсимметрией, и там просто, ну, как бы, его можно изучить, если не просто, то, во всяком случае, там, методом эстетической физики, а вот эта ситуация, она довольно... Ну, сейчас вы увидите, она довольно специфическая. Как выглядит типично спектр? Значит, еще раз, как формулируется задача? Мы находимся вот в этом режиме, да? q в порядке единиц на n. Мы генерируем много таких матриц вот с таким q. Для каждой матрицы мы вычисляем собственное значение, а потом мы их все суммируем с соответствующей кратностью. И смотрим. И дальше мы делаем следующее. Мы берем маленький интервал лямда плюс дельта лямда. А матрица источность у нас сопряженности или нет? Матрица симметричная. Я имею в виду, что если мы переставим 1, 2, 3, 4... Ну, конечно. Конечно. Те же самые собственные значения. Нет, а матрица-то будет... В смысле, мы можем считать вместе с теморфизм или графом, а может без них? Разные вещи получатся? Я не могу сказать точно, получится ли разные вещи или нет. Давайте вот сейчас я как бы... Мы сделаем так, как я сказал. Значит, сначала мы пометили все вершины, потому что... Мы пометили все вершины, для них мы сосчитали соответствующие спектры, мы не перенумеровываем их. Каждый раз, вот для данной конкретной реализации вершин, мы генерируем новую связь. Нумеровую? Да. Да. Вот. Значит, мы берем вот такое окно, от лямбда до дельта лямбда, и проходим весь спектр. И смотрим, сколько у нас имеется состояний, лежащих в данной макушке. И картинка, которая получается, она выглядит примерно так. Значит, потом я дальше скажу, что мы будем конкретно исследовать. Значит, вот, раз лямбда, это, собственно, то, что называется спектральная плотность, это нормированная плотность собственных значений. Это, собственно, и значение. Во-первых, что забавно, это то, что она лежит в ограниченном суппорте. Да? Вот. есть оценка от... Сейчас я то есть не вспомню. По-моему, да. Сейчас я напишу. От чего до чего. Вот. И, кроме того, значит, видна такая, то, что называется, ультраметрическая структура. То есть у вас имеется пик, значит, этот пик... Значит, есть какая-то система пиков, между которыми находится система пиков, которые имеют амплитуду меньше, между любыми двумя максимумами находятся пики, которые имеют амплитуду еще меньше, и так далее. То есть вот эта система пиков, она удовлетворяет сильному неравенству треугольников. Да. Вот. Значит, какая оценка на то, что лежит сверху, и что лежит на центр на вообще максимальный суппорт, который в данном случае имеется? На длину интервала. Да, на длину интервала, да. Значит, максимальное собственное значение, которое есть, для максимума 2 корня из p-1, где p это максимальная валентность графа. В данном случае, если p равно 3, то, соответственно, p равно 3, то это 2 корня из 2. А что такое максимальная валентность? Если у вас имеется деревья, то максимальная валентность вот такого дерева 3. А если у вас имеется вот такое, то максимум у него 4. Вот. Значит, меня будет интересовать ситуацию. Значит, это то, что вот некоторые зоологии. Ну, хочется понять вообще, как можно пытаться анализировать вот такие спектры. Да, кстати, значит, с чем это надо сравнивать? Это надо сравнивать с ситуацией, когда у вас имеется, когда у вас граф плотный. То есть, если у вас много единиц, то есть число единиц в графе порядка, ну, скажем, константа, да, то есть, ваша вероятность, вот это q, она не единица на n, она порядка константа. То в этом случае у вас появляется вот этот вот рост становится полукруговым законом. То есть, если у вас здесь лямбда, а здесь ρ от лямбда, то у вас возникает типичный полукруговой закон, такой же, как, если его правильно отнормировать, то это так называемое вигнеровское распределение. Но уже на помощь такое ρ от лямбда. ρ от лямбда это нормированная плотность собственных значений. То есть, у вас есть в ансамбле вы с той кратностью, с которой у вас имеется собственное значение, значит, просто их суммировать. Вот выберете интервалы, смотрите, сколько в этом интервале имеется собственное значение. Вот возникают такие достаточно... То есть, если лямбда фиксирована по руку от лямбда, это просто кратность. Да, конечно, совершенно верно. Это выраженность. То есть, если я фиксировал какой-то лямбда, то вот этот столбик это то, сколько лямб этих у меня есть. Ну, правильно считать, что это. Вот. Петель у нас нет. Что? Петель у нас нет. Не слышу. Петель у нас нет. Петель нет. Более того, я даже вот что сделаю. Вот. Для того, чтобы вообще совсем ну, так сказать, выплеснуть все из вот этой истории, я вообще скажу, что у меня не только петельные, но у меня даже вот таких вот от графов, где вообще есть ветвления, их нет. А есть только линейные цепочки. Вот такие вот. и вообще, конечно, это такое достаточно ну, это приближение, но оно в каком-то смысле аргументировано, потому что я не буду вас в данном случае увтомлять объяснениями такими уже связанными с статистической физикой, но можно сосчитать, сколько у меня имеется под графов, где есть ветвления, и сколько под графов, где их нет. И вот оказывается, что примерно ну не очень понятно, что сравнивать, но поверьте мне, что значит примерно 95% вот в этой точке в том случае, когда у вас q равно 1 на n, в этом случае доля под графов, которые представляют собой вот такие линейные цепочки и их 95% примерно. И более того, про них известно, какое у них распределение по длинам. А распределение по длинам у них такое. Значит, я назову q от q у них оказывается просто e в степени минус n от n вот в этой точке n это длина запрещена. Что-то такое хвасоновское? Хвасоновское. Да. без каких-либо хвостов. Вот просто хвосты появляются, степенные факторы появляются, как только вы отходите от этой точки, а в этой точке у вас чисто плацовское распределение. И поэтому как бы опять делаем то, что умеем, и поэтому собственно как бы стартовой задачей, которую вот сейчас вот это было предисловие обсуждается. Это вот строго доказывается и берем вот эти вычисления вот эти вот. Значит, то, что я говорил про аспекты, это нужно к этому относиться как к некоторой иллюстрации. То, что я говорю про вычисление скажем того, что в точке перпаляции у вас имеется плацовское расстреление и вот это число, 95%. Это строгий результат, но строгий как всегда, он строгий в том случае, когда у вас матрица стремится к бесконечности. Я даже могу ну я просто значит 95% это вот что такое. Это если интересно я потом расскажу как это делается. нужно просто давайте я на словах скажу нужно посчитать вероятность того, что у вас из двух несвязанных цепочек склеится одна длинная какой-то длины или одна длинная развалится на две несвязанные. Вот если правильно написать уравнение баланса, то вы можете посчитать какое распределение по длинам получается и сколько таких линейных цепочек можно сравнить уравнение для линейных цепочек с уравнением которое получается в том случае если у вас имеется хотя бы одно витвление. И в том и в другом случае можно написать рекуррентные соотношения такого типа детального баланса и вычислить сколько одни и сколько других. То есть как бы в каком-то смысле можно оценить как распределять цепочки по топологии. Но давайте я просто скажу о том что является такой постановкой с которой мы дальше работали и где появляется модулярность. Простая ситуация. У нас имеется вот собственно это то что я был в названии значит двухдиагональная матрица двухдиагональная матрица размера n и у вас значит любая цепочка почему двухдиагональная ну потому что любая линейная цепочка может всегда быть нумерована так что это ит и минус первое это и плюс первое ну и вот просто я пишу кто с кем связан соответственно на диагонали стоят связи нули ит ит выше диагонали ит и плюс первым а ниже диагонали и минус первое с ит ну и то же самое значит ит может принимать каждое собственно каждое значение может быть либо нулем или либо единицей матрица симметричная нас интересует все а все остальное как бы постановки то же самое мы генерируем ансамбль таких матриц в каждой вычисляем спектр и после этого все собственные значения аккумулируем и смотрим какое распределение значит сколько лямб имеет соответствующую градность выражения значит вот что получается вот для разных значений значит Q просто Q и в данном случае я уже могу так сказать у меня больше свободы я не говорю ни про какую про то что не про точку плюкалец я просто я говорю что какой-то у меня есть параметр вот в зависимости от этого параметра я могу анализировать спектральную плотность также не та же самая но как бы на всяком случае есть ощущение что физика за этим стоит та же самая потому что возникают похожие на всяком случае геометрические распределения и вот про них мы как раз и будем говорить и значит особый случай меня интересует особая особая точка это когда Q стремец к единице значит что есть очень длинные цепочки интересует спектр интересует плотность то есть интересует значит число собственных значений в ансамбле при данном значении лямбла вот значит это довольно легко сосчитать во всяком случае написать некоторое общее выражение ну вот смотрите что у нас имеется вот давайте я нарисую давайте я посмотрю на значит у меня есть такая матрица значит что получается представьте себе что у меня стоит единица значит единица значит здесь тоже единица и вот у меня есть некоторая последовательность единиц да если это пуассоновский процесс то значит вот у меня есть вероятность того что будет какая-то последовательность непрерывная последовательность Потом она обрывается. Как только она обрывается, матрица дробится на блоке. Для того, чтобы понять, как с этой системой можно работать, мне нужно эту матрицу пересуммировать в таком виде, что у меня просто имеются такие куски, где имеется непрерывная последовательность единицы. В этом случае получается диаграмма АН. Диагональная матрица. Все известно. Здесь вот что. Забавная вещь. Максимумы. Здесь есть основная серия этих пиков. Так вот, значит, вот эта огибающая, значит, основной серии, она уходит в два. А в пике находится в точности на значении, в которое есть два косинские на три, три на четыре и так далее. Это связано с рядом Фибоначчи. Какое-то имеет отношение, я сейчас расскажу. Значит, итак, если у нас имеется теперь матрица, в которой просто, как вы сказали, значит, последовательность единиц, ну вот ее собственное значение. Значит, матрица размера n маленькая непрерывная единиц, и k меняется от единиц на n, k собственных значений. А для того, чтобы теперь сосчитать спектральную плотность, я должен, вот, значит, просто эту дельта-функцию, да, которая у меня, вот, лямда, это то значение, которое я держу руками, а лямда-катая, это спектр. Ну вот, как только они совпадают, у меня имеется соответствующий всплеск. Ну вот, я должен, так сказать, усреднить по распределению вот эту дельта-функцию. Но если я воспользуюсь стандартным выражением для дельта-функции, вот таким, то, собственно, спектральная плотность для полосоновского распределения у меня приобретает вот такой вот достаточно простой вид, где вот здесь просто минимая часть, по-моему, где-то, а, да, ну это просто уже взята минимая часть. Значит, еще раз, смысл очень простой. Я суммирую с квасономским весом, вот с этим весом, спектры матриц, которые имеют, не имеют нулей внутри. Вот и все. И вот эта, собственно, функция меня является, моим, ну ладно, тут они уезжают, ну не важно. Значит, это... Как они устроены? Ну они устроены так, как устроены в действительности, устроена диаграмма Форда. Надо мне про это говорить или нет? А что прямая сумма здесь означает? Сейчас я скажу. Про Круги Форда мне говорить или какое-то... Что такое Круги Форда, да? Нет? Это физическая терминология. Нет, это важно. Ну давайте, я скажу. Вы смотрите, я нарисовал специально. И тут будет понятно, что это... А, вот эти, да? Ну это разве не Круги Форда называется? Я как-то... По-разному называется. Нет, я терминологию не буду рассказывать. Ну вот, хорошо. Это то, что Кириллов, как бы, нам рассказывал в 19-м году, по-моему, про фракталы. Я не знаю, он другой терминологию, который... Ну, я... Ну это не важно, да, терминология. Ну давайте я просто буквально два слова скажу. Значит, задача заключается в том, чтобы... Вот у вас есть интервал от нуля до единицы, у вас есть две окружности, которые имеют радиус по половине, они касаются вот в этих точках, значит, здесь нуля, там единицы и друг друга. И вы последовательно вписываете окружности так, что они касаются этого отрезка и двух, значит, двух соседей. Вот. Как найти соответствующие радиусы? Как найти соответствующее положение соответствующих центров? Ну-ка, значит, вы должны сделать так. Ноль вы должны записать в виде дроби 0 на единицу, 1 на единицу на единицу на единицу, и тогда, собственно, вот прямая сумма будет у вас... Понятно, да. Ну и так далее, да? Абсолютно та же самая конструкция работает и здесь. Только здесь, потому что вы должны взять еще косинус от этого штуки. Значит, вот эта основная серия пиков отвечает тому, что вы ноль, а здесь единицу должны написать так, как я сказал, а дальше, сделав такую же процедуру, ну и вот вы получите единицкую, единицкую, единицкую и так далее. Вот. Значит, возникает какая-то вещь, связанность, возникает ощущение, что действительно там есть какая-то диоретика числовой структуры. Ну и действительно, во-первых, это довольно легко увидеть и вот как. Давайте я, собственно, что еще раз, значит, поскольку я об этом говорил много раз, повторю еще. Значит, что такое высота этого пика? Это кратность вырождения. Это то, сколько вот в этой сумме, сколько вот в этой сумме раз, скажем, вот какое-то значение, там, конкретно взятое, присутствует. Вот. Но оно может приходить. Здесь идет суммирование по n, значит, по n это длинность непрерывных цепочек. Но оно может приходить от разных n. Оно может прийти от n единицы, 2, 3 и так далее. Ну, но не от всех. И вот от каких оно приходит, вот, собственно, здесь нарисовано. Значит, это просто собственное значение, катая собственное значение матрицы, двухдиагональной матрицы из единиц длины n, размера n. Значит, что будет, если у нас n равно единице? Ну, вот у нас есть одна только точка, ка единице. Если n равно 2, у нас имеются две точки. Вот это и есть. Если n равно 3, у нас имеются 3 точки. И так далее, да? Каждая кривая — это соответствующая n, соответствующий размер непрерывного блока. Ну, а теперь я что должен сделать? Я должен взять и, значит, вот вдоль этой кривой у меня меняется k. Значит, это k единица, 2, 3, 4. А теперь я должен их просуммировать вот так вот, насквозь. Это означает, что я должен взять соответствующее значение, где у меня, вот здесь оно присутствует, в серии с n равными единицами. Здесь 2, 3 нет — 4 есть. 5, 6 нет — 7 есть. И так далее. Я должен так пересуммировать всё. Это более наглядно выглядит вот на такой, потому что это называется, я не знаю как по-русски, я не слышал ни разу название, но вообще это называется visibility diagram, но опять же это люди используют терминологию, которые занимаются квантовым холмом. Значит, что надо сделать? Представьте себе, что у вас имеется квадратная решётка, и в каждой вертикальной вертикали я приписал вес. Значит, вот это я приписал кур нулевой, вот это кур первый, кур второй, кур третий и так далее. А теперь я стартую из нуля и под рациональными углами я суммирую в соответствующие точки, которые встречаются у меня на пути. Вот что у меня получается. Значит, если я суммирую под углом, значит, меня интересует под углом 1 до 2, значит, у меня есть ряд. 0, куб первый, куб в кубе, куб пятый, куб седьмой и так далее. Вот он. Куб пятый. Это, наверное, не этот. Куб пятый, куб седьмой. Я здесь пропустил. Вот. Значит, если я... Да, значит, это соответствует, как бы, точке, которая есть пип половины. То есть точки два пи на три, вот два пи на три, две трети, я должен просуммировать вот под этим углом. У меня получится что? У меня есть 0, q квадрат, q пятый, q восьмой и так далее. Хочу обратить внимание, что одна из этих я забыл... Значит, ну, этому не надо продавать особое значение, но, по-моему, какой-то из этих рядов соответствует dp2. d якобы, d функции якобы 2. Вот. Но, неважно, пока давайте посмотрим, что получается. Значит, я могу просто эти ряды, просто это геометрические прогрессии, я могу их просумевать. И вот написать явное выражение ρ от соответствующей лямбда для, ну, скажем, вот для любой огибающей. Вот, например, для вот этой показанной штриховой. Или для вот этой. Или для этой. Для любой огибающей я могу написать соответствующее выражение. В данном случае меня интересовало бы выражение, значит, касающееся... ...самый, самый... Вот. Значит, что получается? Значит, с одной стороны у меня имеется... ...выражение λ, то есть собственное значение того места, где имеется всплеск, того места, где у меня имеется пик. Как функция номера этого пика в серии. А с другой стороны у меня имеется... Здесь туда надо переехать. А с другой стороны у меня имеется выражение для... Просто сумма геометрической прогрессии тоже как функция k. Да? Количество членов, которые я просуммирую. Вот как здесь примерно нарисовано, да? Значит, что такое k? Это тот угол, грубо говоря, k. Это связано с тем углом, которым я это дело суммирую. Вот. У меня таким образом получается, что у меня есть параметрически заданная кривая. Да? Я могу, во всяком случае, посмотреть на то, как выглядит хвост этого распределения, когда k имеется бесконечность. Я вот это могу разложить, и вот то могу разложить, подставить одно в другое. И у меня получится, что когда лямбда стремится к двум, соответствующая плотность распределения имеет вот такую симуляторность. Значит, эта вещь хорошо известна в теории случайных процессов и в теории случайных операторов. И называется левшицкий хвост для локализации амбреста. Значит, там обычная ситуация, которая рассматривается, она другая. Значит, я рассматривал случай, когда у меня имеется вот такая двухдиагональная матрица, но оператор, правильно сказать, где случайно удивляются внедиагональные элементы, а обычно люди, которые интересуются вопросами, связанными с теорией локализации, они считают, что здесь у них константы, а случайность имеет распределение на главной диагонали. Вот это называется модель адреса. Ну и там возникают точно такие симуляторности, но это все выводится совершенно по-другому. Здесь, как вы видите, кроме того, что просто возникает вот такая теоретика числовая структура, и я знаю с одной стороны, где у меня имеются соответствующие собственные значения и правильность их вырождения, и подставив одно в другое, я могу получить соответствующий хвост. Но я могу сделать и другую вещь. Я теперь могу посмотреть на то, скажем, как этот хвост выглядит в том случае, когда у меня ку стремится к единице. То есть я могу сначала устремить ку к единице, а потом посмотреть на асимптотику. И в этом случае ситуация меняется, и соответствующий хвост выглядит вот таким образом. Здесь просто приведены примеры для двух разных ситуаций. Я все время рисую две серии пиков. Значит, одна – это вот эта, и меня интересует асимптотика вот здесь. А какая – это вот эта, и меня интересует асимптотика вот здесь. Они имеют разное поведение, и я могу, в принципе, если вы мне скажете, вычислить, например, любую асимптотику монотонной последовательности пиков, какую я смогу это сделать. Теперь с чем надо сравнивать? Ну, давайте, вот теперь, собственно, как бы… Для меня это мистика, может быть, это и очевидная вещь. Значит, давайте, собственно, вот известная вам функция дедекинда. Я ее рассмотрю вот такую, я ее нормирую. Потому что размер экономии меньше. Я не могу уметь это делать. Тут почти помещается, это же это, это. Нормально, да? Я, значит… Если отношение дуальности для вот так вот нормированной функции, скобки – это дробная часть, значит, меня будет интересовать, и вот, собственно, я сразу хочу сказать, что с чем я хочу сопоставить. Значит, f от z, значит, модулярный параметр z, у меня, значит, это комплексная величина, и меня будет интересовать случай, когда мне моя часть стременской ноли. То есть я почти нахожусь на действительной оси. А что у вас такое а? Где? А – это константа некоторая. По-моему, она где-то была написана. Она… сейчас я про нее скажу. Значит, это… это константа, которая выбрана таким образом, чтобы, ну, просто максимум вот этой функции не превосходили единицу. Но мне так удобно было. Неважно, давайте считаем, что ее нет. Вот. Значит… Например, в частности, одной из реализаций этого выражения, например, вот, есть такое. Значит, если действительная часть выглядит вот так, k на единица плюс k, то вот есть такое же соотношение дуальности, которое связывает значение этой функции при y к стремящемся к нулю со значением этой функции в другой точке, при, значит, соответствии, y к стремящемся к бесконечности, да? То есть я могу связать в рациональных точках, во всяком случае, значение вот этой вот нормированной функции додекинда вблизи действительной оси со значением, которое находится близко. я, собственно, этим буду пользоваться, потому что я захочу разложить потом вот эту функцию вблизи оси и сравнить ее с тем, что, на самом деле, с теми самыми хвостами, вот с тем выражением, которое вот я здесь получил, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Значит, в каком-то смысле здесь у меня, когда q равно единице, все расходится, но когда q стремится к единице, вот написана некоторая асимптотика. q – это величина, которая в каком-то смысле единица минус q, аналогично у здесь, в немой части модулярного параметра. Значит, как это выглядит? Вот так она выглядит, вот а написано просто. ась выбрана так, чтобы соответствующий рельеф, ну, мне так, я не помню почему, так было удобно, чтобы он был нормирован и максимум все лежали на значении единицы. Значит, это трехмерный рельеф вот такой вот функции. Это модуль. Вот. Что я могу сделать? Ну, я давайте еще одну картинку покажу. Собственно, это что такое? Это то же самое, только я отрезал эту функцию вблизи максимума. То есть я вот взял и отсек узкий слой вблизи максимума. Ну, вот здесь вот, да. Ну, во-первых, возникают уже некоторые геометрические аналогии, связанные с тем, что это похоже, в действительности, опять, на той самой круге, в которой речь шла. Но даже это может быть не так важно. А важно вот что. Значит, максимум этой функции, значит, это то, что называется density board, да, то есть это трехмерный рельеф цветом изображенный. Значит, там, где максимальный цвет, там, где максимально белый, там максимум. Значит, вот максимум это точки, которые соответствуют изометрическому вложению дерева в плоскость Лобачевского. В, собственно, как бы, в модель геометрии Лобачевского Y, X, Y. Значит, вот эта модулярная область, собственно... Дальше. Значит, вот у вас имеется граф Кейли, если вы соедините просто центры соседних областей, то... То есть модель плоскости Лобачевского? Это модель плоскости Лобачевского. Наверх, ну, то, что называется модель Кейлина. Значит, метрика соответствующая, которая отвечает этой картинке, и эта метрика ds2, dx2 плюс dy22 на dy2. Значит, вот что получается, если вы возьмете от той самой функции модуль и логарифм, и корень. Значит, и вот, собственно, эту функцию, в том случае, когда Y стремится к нулю, из-за того, что есть соотношение дуальности, можно сосчитать. Вот эту ассистутику вот этого выражения. Можно увидеть, что действительно возникают соответствующие линейчатые структуры, которые очень напоминают... Я не знаю, я просто, скорее всего, это все должно быть хорошо известно, но просто я не нашел вот так вот в литературе, скажем, связь вот этого выражения с тем, что называется функция, по-моему, она называется Tomana. Она известна еще и тоже называется Open function. Это я потом расскажу, как она определяется. Значит, вот зоология. Мы берем функции додекинды, строим из нее вот такую комбинацию. Это, значит, соответственно, несогратимое рациональное число неприводимое. Ну, давайте попробуем теперь воспользоваться вот тем, что у нас есть вот такая зоология, и сравнить с тем, что получается в спектре. Ну, и вот что получается. Значит, из той самой конструкции я могу, опять же, поняв, как переходит лямбль в соответствующие кусинусы, вот составить такую вещь, и могу найти, сосчитать, это действительно вещь, которую можно доказать в асимптотике в том случае, асимптотической в том случае, когда кус стремится к единице. Значит, что у меня имеется? С одной стороны, у меня имеется, ну, не только искать, но интересно, значит, чистый счет, но с другой стороны, у меня имеется просто явное вычисление вот этой функции в виде ряда. Я ряд могу просуммировать, потому что, конечно, с какой-то точностью, обрезать его на какой-то длине. Вот возникает такая картинка. Значит, в то же время я могу взять и посмотреть на то, как выглядит функция. Значит, еще раз, это функция плотных собственных значений. Да? Это кратность, спектр с учетной кратностью вражды. А вот это то, что получено просто из... Вот она. Из логарифма функции Дадик-Киндер. Значит, ну, я специально их разнес, их можно наложить или не отличить. Что мы умеем при этом делать и что не умеем? Значит, я не умею доказывать это выражение точно. Я не могу сказать, что я умею вычислять только хвосты. Другое говоря, я умею показывать, что для любого Q, который стремится к единице, вот это выражение точно верно. В том случае, когда Q не стремится к единице, скорее всего, оно несправедливо, но вот хотя бы так. То, что возникает корень из логарифма, вот это меня как-то немного удивляет, потому что есть действительно то, что, скажем, у меня возникает вот такая вот структура, которая... Да, вот эта плотность, которая переписывается, связана с модулярными функциями. Ну, в каком-то смысле можно считать, что вот это, в таком случае, как-то напоминает ряд Эйзенштейнов. Поэтому, может быть, там есть что-то, связанное с формуалой Кроникера, и можно связать это с логарифмом функции под эти модулями. Но не буквально. Но вот то, что получается, я вам сказал. Есть еще одно короткое ответвление от этого дела. Такое. Есть вещь, которая называется филотаксис. Это просто такое. Если вы возьмете шишку или ананас, то вы увидите, что чешуйки у вас образуют такие спирали. Какой бы ананас вы не взяли, у вас всегда число вот этих спиралей на любом ананасе квантовано. То есть оно одно из чисел фибоначи. 5, 8, 13. Не бывает таких ананасов, где число вот этих спиралей не число фибоначи. Вот. И вот это явление называется филотаксисом. И почему так устроена природа? Что у вас каким-то образом в процессе роста растений отбираются именно такие структуры, которые имеют теоретику числовой природы. Была замечательная работа. Примерно в 90-м году. такого человека, Леонида Левитова из инструкции физики, который, кстати, до этого еще квасик-кристаллами занимался. Вот что сделал. Павелий еще раз. Левитов. Левитов. Леонид Левитов. Который написал работу, называется «Энергетический подход к филотаксису». Идея была достаточно простая. Я сейчас просто изложу ее своими словами, но идея достаточно простая. Вот представьте себе, что у вас имеется цилиндр конечного размера, и вы на этот цилиндр помещаете частицы, которые очень сильно отталкиваются. Неважно как, но сильно. У них есть даже бесконечный радиус взаимодействия. Ясно, что раз они отталкиваются, а вы находитесь в конечной области пространства, у вас образуется решетка. Что происходит, если теперь вы будете непрерывно сжимать этот цилиндр, сохраняя количество частиц на нем? У вас эта решетка будет перестраиваться. Она будет перестраиваться не непрерывно, а она будет перестраиваться так, что вы сжимаете, и она как бы упруго сопротивляется. А потом в некоторый момент она испытывает то, что называется бифуркация, и перестраивается в некоторое новое состояние. И вот оказывается, что буквально вот такой процесс, если вы непрерывно сжимаете этот цилиндр, и смотрите за тем, под каким углом у вас происходит, то есть, грубо говоря так, угол, под которым у вас происходит вот эта наморка цилиндра, она просто связана с рядом чисел Фибоначчи. Вот. И, как ни странно, это может быть сформулировано в других терминах. Я не буду сейчас, наверное, на этом останавливаться, потому что это еще столько кучи надо сказать. Это вот что такое. У вас имеется модулярная область. Значит, это опять же модулярный... Кусок фун — это рельеф функции бедекина. Ничего больше. Просто отрезанный, так сказать, вблизи максимум. То есть у вас имеется вот такая область. И у вас имеются замкнутые геодезические и есть открытые геодезические. Так вот, оказывается, что сжатие этого цилиндра вот так вот непрерывно соответствует тому, что у вас есть некоторая изображающая точка, которая движется в открытый геодезический рельеф, который задается функцией бедекина. И буквально она единственная, это такая геодезическая, которая просто соответствует ряду... Если вы смотрите, как вы приближаетесь к ней справа-слева, то это ряд чисел Фибоначчи. И последняя вещь экспериментальная — это вот что такое. Такая вещь с цилиндром была реализована относительно недавно физиками и в модели, которая называется магнитный кактус. Это вот что такое. Я просто из статьи скопировал рисунок. У вас имеются магниты, которые один над другим расположены на таком соосном... на одном стержне. Ну и понятно, что у вас магниты, так сказать, вот они как-то могут друг относительно друга вращаться и отталкиваться. Ну и у вас есть какие-то начальные граничные условия. У вас много таких магнитов. Ну и они выбирают какую-то типичную энергетический минимум, свойственную для соответствующего минимума энергии вот этого отталкивания. Ну вот, значит, палочки, которые здесь изображены, это просто чтобы каждый магнит имел... Ну, может, было бы видно, что с ним происходит, когда он поворачивает, когда он перестраивается. Значит, что сделали? Вынимали часть магнитов. То есть, грубо говоря, меняли... Правильно сказать так. Вставляли немагнитные слои. То есть, вы могли регулировать расстояние между соседними отталкивающимися магнитиками. То есть, грубо говоря, вы могли менять шаг спирали. Вот такой вот. Ну и в зависимости от этого расстояния можно просто построить соответствующий энергетический рельеф. Значит, вот здесь, по-моему, это просто вот это вот омега, а здесь соответствующий энергетический рельеф. Ну, как вы видите, он имеет такую же ультрометрическую природу. Я не хочу сказать, что это буквально как бы модулярная функция. Но, тем не менее, вот такая вот структура возникает в природе, как видите, достаточно часто. Ну, а вот это то, что я хотел сказать. Значит, вот есть функция, которая сдается так. Единица на Q, если f от x, если x рациональная, и 0, если x ирациональная. Ну, вот это я пытался найти в литературе. Я разговаривал с Манинами, с ним совершенно согласен, потому что он сказал, что это должно быть известно. Но он мне ссылку не дал, и я не смог ее найти. Вот, казалось бы, это было бы интересно. А здесь кое-нибудь. Ну, вот. Вот так, в общем, должен и так вот. Да? Вопросы? Да. Мне кажется, что это похоже, вот у вас диаграммы Денкина возникают, и это похоже на алгебры или обычные, полупростые. Вот там много диаграмм. Какой вопрос задать? Нет, я имею в виду. Вы про? Потом будет вопрос. Или афинные алгебры. И теперь вопрос. Да. Знаете ли вы связь между тем, что вы рассказывали? Отчасти это находится в процессе, как ни странно. То есть для меня странно. Я даже могу сказать вам, в каком направлении мы движемся. Есть такой замечательный физик Саша Горский из ИТФ, который сказал, что эта сумма, которая здесь возникает, и те матрицы, которые возникают, это на самом деле одно из представлений, и цепочки ТОДЫ, соответствующие алгебры. Вот это есть нечто, связанное с разложением по инстантону. Так что мы пытаемся сказать что-то более предметное в этом направлении и сейчас. Но, по-видимому, вы правы. И как вот это связано с модулярными функциями, вот это на самом деле довольно любопытно. Посмотрите, что здесь происходит. Вы берете предел ε0. Вот здесь. То есть это что означает? Это означает, что фактически ε это регуляризующий параметр, где вот это вот есть дельта функция. То есть каждый раз, когда у вас λ является значением, равным вот этому величине, у вас есть всплеск, который вы берете с этим весом. Всё. В этом смысле это, как бы, если это понимать тоже как некоторое взаимодействие, ну, вы видите, что вы можете взять дельта функционное взаимодействие, получите то же самое. Можете взять вот такую вот, это кашир, я говорю, регуляризация дельта функции, то же самое получите. Вот, как бы, в том-то смысле много вещей смыкается, связь филатак, скажем, с модулярными функциями, как ни странно, не обсуждалась. При том, что всё очень близко, по-видимому, лежит. Вот. Может быть, вот, такой взгляд через случайные матрицы поможет, это очень понятно. Ну, по-видимому, то, что вот вы делаете, можно обобщить просто на матрице, связанной с диаграммами там. По-видимому? По-видимому? Да. Я никогда не слышал, чтобы ставилась статистическая задача на диаграмму. Вот. Это как бы то, что просто. Нет, просто типы матриц будут другие. Тип матриц будет не те диагонали, там будет, да. Да. Нет, просто условие будет, что они должны быть положительно, ну, то есть симметрической матрицы, но положительно определённой, или, может, отрицательной, но это уже не важно. Вот условие. Вот. Всё. Всё. Больше ничего. Но вы, так сказать, с каким весом вы её берёте, да, опять же? Здесь, как бы, естественным образом возникало полосонское распределение. Можно тоже по-своему скину. То есть вот это условие. Да. Ну вот. Я хочу спросить, что мы, например, в нашей матрице диагональную используем её католинскими случайными увеличениями. Получится что-нибудь интересное, если это какие-нибудь другие случайные увеличения? Я могу вам вот что сказать. Значит, вообще это начинается уже как бы область зоологии, потому что считать что-либо сложно. Но что известно, есть… Давайте я, может быть, последнюю вещь скажу к физике, имеющей самое непосредственное отношение, примерно то, что вы говорите. Чуть-чуть проще, чем то, что вы хотите. Значит, есть то, что называется Лапласовская матрица. Лапласовская матрица – это вот что. Ну, вообще это уже как бы напоминает дискретный лапусян, да, потому что у вас есть, скажем, единица. Давайте так вот. Я подействую вот этой матрицей, я подействую на вектор, скажем, A1, A2, A3 и так далее, A4. Вот у меня есть эта матрица, и A1, 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 A2, A2, A2 и так далее, да. Я могу написать соответствующее рекуррентное соотношение A, A2, 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 A2. Это уже немножко похоже на лапусян, но чтобы сделать это совсем похоже на лапусян, я должен сделать следующее. Вообще лапусян будет вот что. Я должен каждой хит заменить на минус, скажем, если здесь стоит единица, я должен заменить на минус единицы, а здесь поставить одну вторую. Здесь поставить минус один, минус один, один, два. Здесь единица. То есть сумма в строке должна быть равна 0. Это то, что называется дискретная лапусян. Да, вот такое вот. И в этом случае все получается абсолютно то же самое. А это уже напоминает некоторые задачи, связанные с рассеянием. Потому что что такое лапусян? Это означает, что у вас имеется граф какой-то, в данном случае это линейная цепочка, которая сделана просто из пружинок. И вы каким-то образом возбуждаете вашу систему, эти пружинки начинают колебаться, лямбда в собственное значение. Представьте себе, что у вас имеются какие-то молекулы длинные, а вот это между связи. И вы, скажем, лазерным излучением облучаете эту систему на какой-то частоте. И у вас на этой частоте есть отклик, спектр поглощения. И вот измеряя спектр, проходя для разных, облучая разным излучением, разными длинными волн вашей системы, вы получаете вот эти резонансы, которые должны в идее быть вот таким иерархическим образом устроены. Значит, это вот такой гипотетический, но в принципе реализуемый эксперимент. Так что здесь довольно много интересных вещей. И есть кусок, который слабо понят, но связанный с тем, что от модулярных функций до декинда, собственно, не так далеко до модулярных форм, которые рассматривал Загир, и они связаны с инвариантами узлов, с инвариантами Васильева. Понять, насколько вот эти простые трехдиагональные и двухдиагональные матрицы связаны с инвариантами Васильева, вот, по-моему, это звучит. Вот. Ещё вопросы? А как-то это связано? Есть же просто теория спектров, графов… Есть. Как правило, это связано… Как правило, вопросы задаются таким образом. У вас есть какой-то регулярный граф, и вы интересуетесь, как сосчитать его спектр. Если у вас ставится статистическая задача для ансамбля, то это практически… Вот я сказал практически всё, что известно. Либо у вас есть полупруговой закон, либо у вас есть так называемое треугольное распределение, когда у вас такая матрица разреженная, но при этом вы сидите существенно выше порога перколяции, и это можно обследовать с помощью суперсиметрии. Либо вы находитесь вот в таком сильно разреженном, ультраздискретном режиме, на котором практически ничего нет. Мне кажется, что правильные условия на вашу матрицу инцидентности – это просто, что она положительно определена. Ну, это как раз и будет. Ну, тогда у вас и появится ДНГ. Нет, это, кстати, правильно. Вы говорите про то, что… Я не думал об этом, что есть, как бы, много динканских диаграмм, да, о которых вы можете попробовать поставить статистическую задачу на них. Нет, может, не статистическую, просто те формулы и торжества, которые появляются у вас, они уже, может быть, присутствуют… Ну, я не специалист по… Ну, в общем, так как бы… Всегда вопрос… Всегда нужно как-то… Всё, от вопроса идти, да? Если вопросов больше нет, то спасибо ещё раз за этот доклад, и надеюсь на продолжение… Спасибо большое. …садовую несчастность. С удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.